Аббас Галямов, политтехнолог, присоединяется к нашему эфиру. Аббас, рады приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте, Ваене. Аббас, маханвик репрессий в Российской Федерации, ну, казалось бы, уже разогнался до максимальной скорости, а нет, продолжает набирать обороты, вот уже появляется информация, то ли шуточная, то ли действительно правдивая, о приложениях, с помощью которых можно доносить на тех людей, которые не угодны властям. Тем не менее, наверняка возьмут на вооружение российские власти и эту идею, если ее до сих пор не воплотили в жизнь. Скажите, пожалуйста, а репрессии в отношении тех людей, которых долгое время ассоциировали с Россией, которые так или иначе символизировали Россию, российскую культуру, российский шоу-бизнес, будь то Алла Пугачева или будь то Лия Ахиджакова, например, они каким-то образом вносят, ну, хоть когнитивный диссонанс, не знаю, в восприятие рядовых россиян? Или все нормально, так и должно было быть, все идет по плану? Ну, нет, конечно, это все вносит, этот самый когнитивный диссонанс, просто воздействие получается такого двоякого плана. С одной стороны, конечно же, доверие к системе снижается в результате всех этих вещей, и людям в целом такие вещи не нравятся, но с другой стороны, они начинают бояться еще больше. Дескать, если уж там Пугачеву так могут, то что уж там с нами, простыми смертными, они сотворят. Поэтому надо вот забиться в свой угол, молчать, если будут требовать, значит, поддакивать, ну, может быть, тогда вот пронесет, переживем. Ну, в общем, древний такой инстинкт выживания во времена, значит, репрессий, или во времена, смутные времена, он, конечно, сейчас в россиянах пробуждается. Мы говорим о том, слышат ли россияне, и что может повлиять на точку зрения, на то, чтобы открыть глаза и действительно понять, в какой реальности оказались люди. Скажите, пожалуйста, что может стать еще одним таким шагом, или, может быть, каплей, которая хоть немножечко, но сдвинет этот камень с мертвой точки, ну, например, может быть, мобилизация? Мобилизация, безусловно, сыграет очень важную роль в деле роста протестных настроений, в деле падения популярности войны. Значит, этот пример уже приводил в октябре, значит, Левада-центр продемонстрировал, что за один буквально месяц, по сравнению с сентябрем, число людей, которые выступают за немедленный переход к мирным переговорам, вырос с 44 до почти до 60, до 58, по-моему, или даже 59 процентов. Значит, а число людей, которые говорят, нет, переговоры не нужны, нужно войти до победного конца, упало с тех же примерно 44-45, где они находились в сентябре, до 33 или 32, даже до 3. Буквально за месяц, благодаря мобилизации. То есть даже нынешняя официальная социология, которая, конечно же, очень сильно, с учетом фактора репрессий и тотального страха, искажает реальную картину общественных настроений, тем не менее даже она зафиксировалась столь резко, изменение соотношения сил, соотношения между людьми, которые, ну, по сути, уже в мягкой форме, говорят, хватит навоевались, да, давайте к мирным переговорам переходить. То есть это такая мягкая форма антивоенных, заявление о своей антивоенной позиции, значит, по сравнению с людьми, которые поддерживают войну. То есть до начала мобилизации было примерно 50 на 50, небольшим перевесом сторонников мира, ну, буквально там на три пункта где-то. А, значит, через месяц после начала мобилизации соотношение изменилось как два к одному. Да, поэтому в этот раз будет то же самое, потому что вопрос о том, куда делись предыдущие 300 тысяч мобилизованных осенью, ну, он, конечно, повиснет в воздухе, он никуда не денется, ну, то есть он слишком очевиден. То есть каждый, кому придет повестка, каждый, кому надо будет туда ехать, он, ну, примерно будет себе представлять, что его ждет. Правда, да, с условием, с учетом вот этого страха перед репрессивной машиной государства, не факт, что люди прямо сейчас взорвутся и выйдут на улицу. С одной стороны, ну, вроде бы, чего им терять, да, когда туда вот уже отправляют практически на верную смерть. Но, с другой стороны, вот выбор, значит, либо поехать туда, в Украину, и погибнуть, ну, либо сесть в российскую тюрьму и тоже там сгинуть, в общем-то, да, после вот этих скандалов позапрошлогодних, многочисленных, утечки вот этих видео, значит, с пытками. Ну, никаких иллюзий, даже если у кого-то они были по поводу российской тюрьмы, их нет, то есть это, в принципе, практически смертный приговор такой, знаете, тюрьмавцы внушают такой экзистенциальный ужас людям. И в этой ситуации люди, ну, могут, знаете, вот так обреченно просто, поскольку они не видят перспектив сопротивления, да, а видят только перспективу сесть в тюрьму, ну, они могут выбрать, сказать, ну, дескать, ладно, пойду туда, туда, так хоть героям, значит, вернусь там в мешке, там, родителям гробовые деньги хоть там или жене, семье там выдадут, а туда уйду, в тюрьму уйду, ну, так вообще и семье ничего не оставлю, и наоборот будет семья дезертира, там, труса, предателя, вот. Ну, то есть не утверждаю, что прямо сейчас ситуация взорвется, но, конечно, это очень сильно поспособствует в целом делегитимизации режима, и, конечно, социальная база режима, она будет, вот, то есть она уменьшалась, этот процесс идет уже давно, медленно, так, где-то с 18-го года, но вот это вот сжатие, оно ускорится, значит, может быть, говорить, что прям как шагреневая кожа теперь начнет уменьшаться, но это чересчур сильно, все-таки, ну, с учетом масштаба страны, значит, на 100 миллионов взрослого населения, ну, мобилизуют там, условно говоря, еще 300-400 тысяч, ну, далеко не каждого это коснется, да, вот, а все остальные, ну, сделают вид, что этого нет, опять же, из-за страха репрессий, и поэтому, может быть, метафора у шагреневой кожи будет чересчур уже, как бы, такая, знаете, оптимистичная, но в целом, конечно же, это ударит по базе поддержки режима, я только что приводил пример, как сильно взлетел запрос на мир, как-то так. Абас, ну, есть конкретные примеры того, каким образом сейчас российские власти пытаются привлечь граждан России к этой незаконной войне, развязанной против Украины. Электронные повестки и закрытие границ для тех, кто уже получил эту повестку, да, то есть для тех, кто уже состоит на учете в военкоматах. Простите, при открытии границ для тех, кто уже уехал и мог бы вернуться, отдать долг Родине. Теперь, а это уже привело к каким-то волнениям в обществе? Возможно, мы просто не видим этих волнений, ну, поскольку их всячески скрывают от общественности. Или же это пока что только нечто назревающее? Нет, это все назревает только. Это же новость вчерашняя. До этого это все было там на уровне, условно говоря, слухов. Вчера же только Госдума проголосовала за эту историю. Совет Федерации еще даже не голосовал, и президент еще не подписал. Это на сегодня намечено. Поэтому это вот только-только начинает назревать. И, ну, как я уже сказал выше, уверенности, что прямо сейчас взорвется, все-таки у меня нет. Хотя, конечно, ну, предпосылки есть. Надо понимать, что, значит, сейчас будут призывать людей, ну, чуть менее лояльных, чем тех, кого призывали в первую волну. Вот в первую волну, значит, собрали, вот, ну, самых таких, знаете, до кого легко было достучаться. Самых ли там патриотичных, которые верят в, значит, эту государственную чушь. Самых ли таких послушных, для которых мысли о том, что как же мне пришла повестка, как я могу не пойти и не послушаться начальства, там не приходят в голову просто, ну, вот, законопослушные такие они. Вот этих людей уже увезли, и уже значительные части, я так понимаю, даже утилизировали там. Значит, а сейчас будут призывать тех, кто по тем или иным причинам, вот, все-таки предыдущей волны каким-то образом избежал. Ну, к кому-то просто не пришли, да, и поэтому они остались дома. Ну, а кто-то уклонился уже каким-то образом от контакта с военкоматом. И поэтому сейчас придут за, пойдут за людьми, которые, ну, чуть менее, значит, охотно пойдут служить. Поэтому вот этот фактор надо иметь в виду. Потом следующая волна мобилизации, если она будет, предположим, значит, значит, очередь следующая, она будет, пойдет еще сложнее. То есть каждая следующая волна пойдет сложнее. Вообще, вот, когда мы сейчас с вами рассуждали о том, приведет ли это все к протесту, я вспомнил исторический пример, что нам далеко ходить. Значит, наша же российская революция 17-го года, февральская революция, в значительной степени была успешной, потому что на сторону протестующих перешли части петербургского гарнизона, значительная часть волынского и литовского полков, которые были расквартированы в Петербурге. А одним из важных элементов, значит, одним из факторов, который подтолкнул солдат переходить на сторону протестующих, были появившиеся как раз в тот момент слухи о том, что эти части планируются в ближайшее время отправить на фронт. И вот когда они узнали, что им, значит, на фронт ехать, вот они тут взяли винтовки в руки, перестреляли своих собственных командиров, перешли на сторону восставших, и закончилось это падением 300-летней империи, ну, буквально в течение недели, там, полутора. Да, это был не единственный фактор, который привел к революции, не буду этого утверждать, но немаловажный фактор. Это один из тех, которые сыграли, ну, значительную роль. И когда мы рассуждаем о новой волне мобилизации, ну, конечно, мы должны такие истории иметь в виду. То есть полностью исключить чего-то такого мы сейчас уже не можем. Именно поэтому Кремль, понимая, чем это чревато, так долго оттягивал всю эту историю. То есть до последнего оттягивали. Вот судя по тому, как они вчера помчались, сломая все парламентские процедуры, ну, то есть там же до смешного доходило. Там вчера, значит, коммунисты пытались подать голос по поводу того, что, дескать, ну, что за ерунда. Ну, законопроект 40 минут назад нам, значит, раздали. И как мы за него будем голосовать? Мы его даже прочитать не успели. Вот, еще в трех чтениях сразу же. Ну, то есть нонсенс, конечно. Значит, почему вот такая вот спешка? Ну, значит, подгорает на фронте совсем, значит, тухло уже без свежего мяса. И поэтому вот помчались. А почему раньше не делали? Да потому что оттягивали до последнего, надеялись, что, может быть, с помощью вот этих обещаний больших там бонусов контрактников наберут. Там же очень активная рекламная компания в последнем месяце шла на всех возможных носителях, значит, по стране с призывом, давайте приходите, так сказать, вербуйтесь. Там по Москве даже стойки просто расставили. Вот знаете, как эти сим-карты продают иногда в городах. Значит, ну, такая небольшая стоечка, значит, и там продавец стоит. Ну, точно так же в армию призывали записываться. Вот. Медведев, это было поручено, похоже, Медведеву, ну, судя по ряду косвенных признаков, набрать эти искомы, там, несколько сот тысяч контрактов. Сколько? 400 им надо или сколько? И Медведев проводил по этому поводу совещание, ну, очевидно, он с работы с задачей не справился. Тут, кстати, не в вину ему, потому что никто бы другой не справился, потому что дураков нет. Значит, вот-вот оттягивали до последнего, выяснили, что дураков нет, и теперь помчались, побежали быстрее, пока, так сказать, фронт не рухнул. Надо свежего мяса поднабрать. Вот. Абаса, у вас не сложилось впечатление, что в Думе, когда вот эти 40 минут прошли, проголосовали единогласно, все сделали, как бы, как от них требовалось, а потом пришло сознание, что дети-то за границей, а окно-то возможностей стать мобилизованными, оно приоткрывается, и вот эта паника, которую мы все видели, она связана, наверное, скорее всего, с этим. Не думаете? Нет, но я не знаю, какая паника, а какой паники вы говорите? Паника в обществе начинается. Коммунисты, значит, как раз те люди, Матвеева, Станина, Матвеев, Станина, Куриный, ну, не думаю, что они где-то за границей, значит, нет, это просто остатки вот той былой оппозиционности. Надо понимать просто, что до начала войны коммунисты были наиболее оппозиционные из всех системных партий. Конечно, после того, как война началась, и они сдулись полностью, или где под Кремль, ну, про это начали подзабывать. Ну, вот эта вчерашняя история говорит о том, что, ну, кто-то из них все-таки какую-то связь с землей еще не потерял. То есть они понимают, что это крайне непопулярные меры. И в соцсетях мы это отреагировали очень ярко и бурно. Ну, конечно, нет, ну, там, даже тут не нужны доказательства вообще того, что это крайне непопулярный шаг. Я же вам уже говорил, как за месяц сентября по октябрь изменилось соотношение силы между сторонниками войны до победного конца и сторонниками мирных переговоров. Вот. И коммунисты, которые, единственные из думских депутатов, которые, ну, более-менее живого избирателя еще время от времени видят в глаза, потому что единороссы, понятно, избираются посредством административного ресурса, и за редким исключением, подавляющее большинство из них, живого избирателя в глаза давным-давно уже не видало, может, вообще никогда уже не видало. И поэтому вот эти, единственные из них, от них, в том числе толку нет, а коммунисты, они, ну, они представляют примерно, что и по этому поводу им скажет их избиратель. И они попытались вот как-то вот, ну, там, голос подать. Ну, их, конечно, Володин очень грубо заткнул, и поэтому они, вот, как вот сдулись год назад во время начала войны, там, те же, тоже Матвеев, они тогда тоже пытались, значит, заявить о том, что они против войны, но их тоже быстро заткнули. Вот сейчас та же самая история произошла. Абаз, спасибо большое, спасибо за комментарий, за оценку ситуации профессиональную. Абаз Галямов, политтехнолог, был с нами на прямой связи.